2 мая 2014 года День, навсегда оставивший зияющую рану в сердце города. Сегодня в годовщину трагических событий на Куликовом поле усилены наряды правоохранителей и так называемые фильтрационные пункты. Еще утром территорию проверили взрывотехники. Впрочем, ни ограждения, ни карантинные ограничения не могли помешать одесситам прийти в этот день к Дому профсоюзов. Без выкриков и громких лозунгов. Тихо и с уважением к памяти невинных жертв. Ровно семь лет назад в результате столкновений 48 человек погибли, еще 250 пострадали. На место трагедии к Дому профсоюзов пришли представители политической силы «Оппозиционная платформа за жизнь», которые в этот день считают своим долгом быть рядом с родственниками и близкими погибших. Мы каждый год, 2 мая, приходим сюда, чтобы отдать память погибшим в той страшной трагедии, которая произошла здесь 7 лет назад. Трагедия эта не имеет срока давности и рано или поздно виновные в этой страшной трагедии, в убийстве 50 человек здесь, на этом месте, будут наказаны. Но я не видел особого рвения, скажем так, с прошлой власти расследовать это. И, к сожалению, я не вижу, что сегодняшняя власть сделала какие-то выводы и хочет восстановить справедливость. Но справедливость будет восстановлена. Мы никогда не забудем о тех людях, которые здесь погибли. Мы добьемся справедливости и добьемся того, что виновные в этой страшной трагедии будут наказаны. Нескончаемый поток одесситов, пришедших отдать долг памяти невинным жертвам той майской трагедии. В несколько рядов выложены фотографии и записки родственников погибших, как напоминание о том, что эта страница нашей истории еще не перевернута. Но есть люди, которые никогда не устанут бороться за то, чтобы виновные, наконец, были наказаны. Мы, опять же, выносили Верховную Раду и, к сожалению, не поддержали нас пока слуги народа в отношении возобновления Временной следственной комиссии по этим событиям. Мы считаем, что это дало бы дополнительный толчок расследования. Но позицию руководства фракции и нашей политической силы вы видите. Юрий Анатольевич, во время, каждый год 2 мая мы здесь. Это наш долг и перед родственниками, перед исторической памятью, перед самими собой. И совершенно справедливо не только в этот день. Мы занимаемся этим вопросом и будем делать все для того, чтобы это расследование произошло, для того, чтобы оно было политично неопередженным и для того, чтобы действительно виновные понесли наказание. Потому что иначе нельзя говорить о том, что если это преступление не будет расследовано, что у нас вообще можно в стране расследовать какие-то преступления. Потому что если не расследовать массовое убийство, которое совершалось при огромном скоплении телевизионных камер, о какой законности в стране можно говорить. Как заявили представители оппозиционной платформы «За жизнь», от имени их политической партии в очередной раз было направлено обращение на имя президента Украины и в Генеральную прокуратуру с требованием возобновления расследования событий 2 мая. И так будет продолжаться до того момента, пока центральная власть не услышит и не выполнит наконец своих обещаний найти виновных в трагедии. Причем бороться будут как представители оппозиционной платформы «За жизнь» в Верховной Раде, так и те, кто представляет интересы и чаяния одесситов в местных советах. Виновные должны быть наказаны. Тем более, что имена причастных к этому преступлению давно известны. Их дела рассматриваются в судах, но дальше ситуация не сдвигается с мертвой точки. И хотя погибших матерей, мужей, отцов и детей, их близким уже никто не вернет. Родственники жертв намерены бороться за то, чтобы справедливость наконец восторжествовала. Наш адвокат подает сюда жалобу в суд о том, чтобы нас признать потерпевшими. По подозреваемому хозяйка, который стрелял на греческой из картечи, и он убил четырех человек, у всех одинаковое ранение. Вот. И там ранил еще многих. И по нему пока рассматривается один человек в суде. Нас не хотят признавать, чтобы не утяжелять преступления. Вот наш адвокат подает постоянно жалобу в суд о том, чтобы нас признали потерпевшими следователи. Постоянно это дело закрывают. Это уже длится в течение нескольких последних лет. И вот так вот мы ходим от следственного отдела к суде. Кровавое воскресенье 2 мая 2014 года навсегда вошло в историю не только Одессы, но и всего мира. Власти обещали нам честное и эффективное расследование событий того страшного дня. Но, к сожалению, нужно признать, за все годы преступления против невинных жертв так и не было раскрыто. И до сих пор вопрос, кто виновен в трагедии 2 мая, остается без ответа. Но Одесса помнит, Одесса скорбит.